Всем гранд мерсис! В эфире 38 выпуск рубрики Best Replays, сайт goodgame.ru Банилу Распирант вас категорически, нет, категорически же нельзя, не нравится. Поэтому они вас просто приветствуют без любых эмоциональных окрасов. Как обычно, вначале благодарим наших достопочтенных меценатов, которые поддержали рубрику и конкретно 38 выпуск. Итак, зачитываю имена героев на карте Родины. Титан Киллер перевел 1180 рублей и добавил 38 выходи в дополнение к 150 ранее. Ребята, спасибо за классный контент. Надеюсь, другие тоже откликнутся и поддержат экстра 38. Ждем. Ну, 38 не получился у нас экстра, поскольку, ну, превходящие обстоятельства оказались непреодолимы. Значит, экстра будет уже на следующей неделе. В любом случае, эти средства уйдут на выход экстра выпуска. Арвако, 1111 рублей, 4 единицы. Спасибо за труды, мужики. Смотрю с удовольствием. Приятного аппетита и вкусных реплеев. Дмитрий 420 рублей перевел, аноним 100 рублей. Адольф 88 по традиции. Я не знаю. Вы знаете, я начинаю ощущать какую-то аллюзию на какой-то был там мем нацистской символики 1488 или что-то в этом роде. В общем, все как-то потихонечку начинает совпадать. Эта мозаика собирается. Адольф 88. То есть, возможно, нашу программу скоро выпилят за экстремизм, а нас посадят в дерьмо. Ну, вы же знаете эту Россию. Телеграмму уже запретили. Дядя Дима и Кошки 38 рублей передают. Ну, молодцы, Кошкин. Видимо, на вискосе сэкономили. В любом случае, большое спасибо. Амир Тантаков 37 рублей. Спасибо за выпуск Репки. Один подрывник в Инвизе зарешал бы катку. Но нет. И это абсолютная правда. Николай Сатаев 37 рублей перевел. И те иллюминатии. Чирик. Чирик нам выслал, я так понимаю, на неделю. Будем на него как-то держаться. Все. Друзья, вам большое спасибо. Экстра выпуск за эти донаты выйдет на следующей неделе. А мы приступаем к обзору новой демки. Итак, на карте Тартл-Рок неистово схлестнулись любители Варкрафта. Игрок Циара за орков. Слушайте, неужели это старый добрый Киара против Скульта из клана Йелп, который выступает за унедов Циара. Мим Циара. Он, по-моему, даже в клане Мим играл. На ВЦГ ездил. Если мне не изменяет память, канадский какой-то, в общем, североамериканский игрок за орду. Но могу и напутать чего-то. Какая-то турнирная очередная игра. Скорее всего, онлайн кап. Потому что в апсерверах небезызвестный Тарзейн и другие пресловутые господа, которые тогда, в ту эпоху, активно участвовали в киберспортивных состязаниях. Так что игра серьезная. Давайте тоже к ней отнесемся с полным почтением. И благоговейно будем трепетать над происходящими явлениями на этой карте. А явления очень простые. Игроки стандартно открываются в орк, в алтарь казармы. Точнее, в алтарь бору казармы. Абсолютно базовый билд. И форсир. Но вы удивитесь, может быть, я нет. Потому что это были те времена. Мим Киара или Циара. По-моему, Циара правильно. Он играл в стародавние времена, когда орки еще вполне себе свободно использовали. Барсика. Нет-нет, да, и выползет этот повелитель. Провидец грядущего. Здесь ДК. Вполне естественно. Разведочка пошла от орка. Разведочка от Андеда. На ближних орк своего оппонента не обнаружил. Как и Андед. И, кажется, оба рабочих направились в правильную сторону. А орк в центре магазин, кажется, возводит. Это для Хараса. Судя по всему, орк планирует не отцепляться от Андеда. Крепей в пятку ему впиться и держаться до последнего. А, соответственно, магаз нужен для хила грантов и пополнения маны. Но через скрипинг. Потому что лавка еще не достроилась. Может быть, там как раз второй левел на рабочих наберет форсир. Говорящий с духами. Живанши. Что-то форсирует, наваляли черепахи. Это как-то неправильно. Со стороны Циары. Я буду произносить его никнейм с точки зрения английской грамматики. Правильно по произношению, по написанию. Короче, по правилам английского языка. Вступили в бой. Которые гласят, что Си. Буква Си, стоящая перед Ай-Вай. Читается именно как Си, а не как Кей. Тир-2. Вот магазин понадобился. Но как-то странно очень прокрепился Циара. По идее, ну, уже второй левел. Там где-то собаки нагрызли. Накусали. Андетт видит магазин. Безобразие. Видит Гранта. Попытка на Ауре, кстати, окружить. Ауру взял Лилд Сикс. Тоже интересный был игрок. За эльфов, по-моему, если не узнает память. В общем, смотрит весьма искушенная публика эту игру. Грант выживает. Смотрите, захилился. Но скелет, кажется, ему мечом. И причем не футбольным мечом по спине огрел. Скелетов немножечко поистребляли. Ну, Гранта отжал уже хорошо. Уже окуплено. А здесь, кажется, будут... Да нет, пока непонятно, что будет. Может быть, все что угодно. От Орка, от Виверн до застройки. Ну и, естественно, стандартные билды с спиртволкерами и райдерами тоже не отменяются. Могут быть и масс-райдеры. То есть, у Орка много вариантов на этой карте. Погоня четыре коня. Форсидор, напоминаю, уже получил второй левел. Из-за чего... Достиг небольшого преимущества над декой. Благодаря чайнику, который очень неплохо... Благодаря этому чайнику Гули вскипают мгновенно. Но у него пока чайник такой слабенький. Скажем так, белорусского производства. Какой-нибудь чайник Минск-1. Но он стремится к тому, что к пятому левелу этот чайник станет настоящим монстром. Поиска вступили в бой. А может быть, даже и лучше. Так, попытка окружить Барсика под деревьями. Она удается. Форсир сам загоняет себя в интеллектуальный тупик. Тут еще Крип помог. Барсик выйти не может, но он решил просто по Гулям поработать. Но тут вписали Скрипы. Это, конечно, подстава. Попытка пробрить ДК, но ДК-то убегает. А вот Барсук умирает. ДК получает второй левел. Из-за чего можно сделать вывод, что именно Гуль или Скелет нанесли последний разящий удар. Вскрыв Волку брюхо. А не Голем или как их нет. Не Голем, это Гнол. Господи, как давно я не играл в Warcraft. В общем, мужики с дубинами. Я контакт не выключил. Но уже не буду менять ничего. Просто не буду отвечать. Надеюсь, человек, который мне пишет ВКонтакте, поймет, что его игнорят и перестанет. Фаерлорд. Там написали. Мы пока этого еще не видим. Но уже написали. И застройка. Да, 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 да. Фаерлорд, застройка. Все, как мы любим. Шит, страт. Ну, это All-In. Если не прокатят, то, скорее всего, будет ГГ. Еще и Барсика потерял. Тут ДК почти третий, наверное, может получить уже. Лич будет. Не знаю. Застраивать Андеда, это сомнительная вообще перспектива. Из-за того, что у него там вся база стреляет. На земле юниты хилятся. Рабочие в определенном отдалении. Потом выезжают кат и появляется дестройер. И, в общем, Барсик, в принципе, герой, конечно, на юрлимит фазу. Фазу, потому что в лейте он не вывезет Дестров. Как Фаерлорд, собственно говоря. Поэтому Орг пошел в All-In. Он потерял Барсика и что-то психанул, видимо, не знаю. Решил застраивать. Никакими другими причинами его решения объяснить нельзя. То есть, это не был какой-то игровой вывод от разведки. Потому что разведки никакой не было. Он просто сидел Барсикой. Такой, аааа, пошло оно все. Поиска вступили в бой. Пойду убивать. Так, кличевка выходит. Финды. Мейн стреляет. Грэд на Тир-3 идет. ДК видит строящиеся башни. Сейчас самое главное с огненными элемами разобраться. Ну и как-то ждать. Ждать дестройеров. Потому что первый же дестройер. Все это безобразие понерфит мгновенно. Парой метких диспейлов. Ну, это же быстрый плей. Поэтому, скорее всего, застройка прокатит. Так как по-другому. Будет все успешно реализовано, спродуцировано. Вышки, конечно, построены очень талантливо. Они будут достреливать... Ну, я не знаю. Если в прошлой игре они попадали по белкам на соснах, то сейчас, видимо, вышки займутся какими-нибудь кабанами, которые под этими соснами отдыхают. Но точно не базой Андеда. Самые пацифистские вышки в истории Варкрафта. Ну и удачи. Андед, естественно, завяз в своей базе. Запрятался. Схоронился. Окопался. Достал лопатой. И там, правда, огненные леморы размножаются. Их уже четверо. Нужно потихонечку фокусить. В принципе, Андеду с бесконечными скелетами под магазином, с стреляющими юнитами, с стреляющим мейном и морозной башней тут отбиваться довольно просто. Единственная проблема в ДК, который попал как кур в ощупь, у него нет ХП, а магазин очень далеко. Поэтому он вот делает ТП под лавку. Минус грант. Но Андед здесь должен отпыхаться. ДК должен купить поушен. Каверна. Когти надо передать. Лечу. Там появилась, кстати говоря, Арба уже. Ну, не знаю. Я ставлю на Андеда. Какая-то эта застройка весьма сомнительная. То есть сейчас Дестройер и Каты. И все. И как ты будешь от этого отбиваться, непонятно. Драться только не нужно здесь с Арком. Да, новые вышки, наверное, нужно как-то аккуратненько фокусить. У Арбы до сих пор нет Лича. Я не оговорился. Именно у Арбы нет Лича. Потому что единственная, кого видит Андедская Арба, это героя по имени Лич. Ката приехала. Так сказал, как будто это, не знаю, приехал дядя Федор из Простоквашино. С какой-то радостью. И ликованием внутри. Ух ты, Ката приехала. Наша Ката. Нет, это не из Простоквашино. Это помните в Иронии Судьбы было. Мама, моя Надя приехала. Так и Форсир говорит. ДК, моя Ката приехала. Теперь мы с ней будем строить Любовь. Я на базе. Ну, еще раз говорю, Персовыми юнитами довольно просто с всем этим разбираться. ДК подставлять не надо. Не надо. Не надо подставлять ДК. Еще раз повторяю, не надо кого подставлять. Правильно, ДК. Подхиливаем Магаз очень вовремя. Минус Магаз. Зато Финда Кайлом. Вычинили. 39 лимита у Андеда. Ну, Ката стреляет. Слушайте, Андед здесь как-то в мелочах недоконтраливает. Соответственно, потихонечку погружает себя в ситуацию крайне неприятную. Если, например, сейчас уже Дед Найт серьезно рискует отбросить копыта. Хотя, как может мертвый отбрасывать копыта, я не знаю. Ну, то есть, очень обидно умирать второй раз. Ну, вот он может. Закопка Финдап только сейчас. Финдов подставляем под вышки. Ну, Андед, короче, вы знаете, это типичный Баневуровский контроль, когда тебя застраивают в панике. Он ничего не фокусит. Он просто бегает, наносит один выстрел одним Финдом. Дальше пачкой армии подбегает под башни. Начинает там мувить, все отводить. То есть, бесполезно тратить свое ПМ абсолютно. Ну, примерно, как тратится бюджетные деньги на поддержание здравоохранения, образование в нашей стране. Вроде, что-то происходит, но результата ноль. Имитация кипучей деятельности. Тем временем, три каты. И только одна ката у Андеда, понимаете? Хотя у него Тир-3 закончился уже, не знаю, в мезозойский период. 300 лет назад. 300 лет тому назад. ДК. Снова огребает. Магазина нет. Очень опасно. Подстроил магазин. Молодец! Койл Нова. Наконец, нашел у себя Андед за пазухой в кармане. Заначку в виде Койл Новой. И снова лезет размениваться с армией. И попадает под фокус вышек. Попадает в чайник. Но успевает все-таки выхилить финда. Закапывает. Пошел контроль. Каты будут, видимо, расчищать поляну для строительства новых несанкционированных сооружений на базе Андеда. Все это фигня, ребят. Все это фигня. Каты Андеда тоже потихонечку стреляют. Минус вышка. Даже при том, что Андед где-то там не подконтролил. Все равно все у него хорошо. Ой, а вот так каты отдавать не стоит. Это великое сражение катапульт сейчас. Андед по-сталински забрасывает трупами соперника. А орк пытается камнями швыряться. Как какой-то хулиган во дворе. Но постепенно-постепенно в вышке падают. И они настолько неудачные. Напоминаю, что ни до кого не достреливают. Андед может спокойно перед базой, ну как-то, маневрировать. Чувствовать себя более-менее вольготно. Так, ну, тут, наверное, нужны еще каты и, может быть, обломчик. Самое главное, нужна та корба у лича уже есть, слава богу. Один дестройер точно нужен. Но орк там что-то задумал. Он, видите, катами прям чисто поле. Был лес, стало поле. Прям как с Сибирью сейчас происходит. Ну, только орк, не китайцы. В Китае тоже было много талантливых орках, но этот орк американец. То есть, американец расчистил... А почему я, с чего я взял, что это русский лес, я не знаю. Адеда тоже не из России. Хотя мы достоверно это не можем. Что ждать? Там Деда я, честно говоря, не знаю. Может, он и русский. Опа! Фокус по Барсику. Барсик выдерживает. Героятно, дестройеров почти закончился. Животворящий. Сейчас дестройер появится, будет попроще. Чайником там в это время убила Финда. Просто на голову упала. Андедд, ну, очень оригинально, конечно, проводит свою атаку. Он вычистил весь лес. И, кстати, минус там уже... Минус бойня. А Грейт достроился на дестройеров или нет? Ключевой момент. Андедд снова начинает панически не подконтраливать. Вообще, орк выжимает из этой ситуации все, что может. Вот леса у Андедда полно. Как и золото. Но потихонечку сейчас могут кладбище отвокусить, что неприятно. Орк постоянно выманивает Андедда в размен под вышками. Андедд почему-то на это ведется. Вместо того, чтобы... Ну, у ЛЦ уже считают, что перевес у ЦР. Я тоже так полагаю. Потому что Андедд очень плохо, плохо отбивается от этой ситуации. Он потерял уже кладбище. Он постоянно контролит. Пытается всей армией контролить. И ему явно не хватает. То есть они бегают. Очень много бесполезных маневров совершает УДД. И вот сейчас опять пойдет под вышки. Нет. Да поставьте на холд позишн. Поставь юнитов на холд позишн там, где вышки не достреливают. И контроль катами, и по одному их води. Юнитов. Но не всю пачку. Вот он опять бегает всей пачкой. Сами понимаете, что... Это не наносит... Бегание вокруг Орка не наносит ему дэмэдж. К сожалению. Так бегание футболистов сборной России не приносит голы. Ой, Барсик, Барсик, Барсик! Хорош, Барсик тут немножко зазевался. Получил по свое. Он там мэйну Андеда уже упал. Понимаете, вверх три упал. И я не знаю, по-моему, Грейд все-таки не доделался на Дистров. Тут уже потихонечку... Приехали, короче говоря, из юстиции. И землю Андедскую переводят уже ворочью. Я бы назвал эту демку кадастровые споры. Так, склеп. Угу, все прекрасно. У Андеда не остается уже ни черта. Есть голда. По-моему, нет даже возможности юнитов заказывать. Потому что там бойня достроится. И вот тут, конечно, важный момент. Успел ли доделаться Грейд не строя. Мэйн заканчивается. Кстати говоря, с обеих сторон. То есть... Вы знаете, на героях Андед может затащить. То есть там эти башни ворочи ему нипочем. Если ворочи сейчас быстро не побежит каким-то образом чудесным. Не поставит экспант. То... В чистом поле, конечно, ему не сдобровать. Но 4каты, конечно, уже порядком попортили кровь Андеду. Снесли так много зданий, что... Хоть вешайся. Андед с этими тремя финдами. Все еще те три самых финда. Пытаются отбиться. И снова он ими плохо контролит. Ну, Кату застрелил. Молодец. У тебя сказал, что плохо контролит. Но Андед как-то, видимо, немножечко сконцентрировался. Собрался. Взбодрился. И сделал полезное дело. Катами танцует. Тяжело, конечно. Я понимаю, что не так все просто. Постоянно нужно танцевать катами. Но вот эти вот побегушки финдов туда-сюда меня не... Немножко. Хотя сейчас у Андеда, вы знаете, меньше осталось возможностей кого-то заказывать. Больше возможностей контролить. Вещь там пытался... Да, застрелил новой Гранта. Судя по всему. Вот Кату недоконтролил. Видите, Орочекаты просто стоят и лупят. А Андедский вынужден танцевать, как и вся армия. Орк, конечно, так замучает. Уда до смерти. Уда до смерти. Снова произнес Оксимарон. О, Койл Нова. Снова работает старая схема. Но там есть магазин у Орка. Тут же Пошин купил Фаерлорд. Дестройер, наконец, появился. Значит, Грейт тогда все-таки доделался. Потому что, наверное, нельзя сделать Грейт на Дестро без Тир-3 мейна. Значит, Грейт был уже готов. И мы только что с вами обнаружили эту прекрасную особенность. Куда можно строить дестройеров даже без мейна. Без Тир-3. Соответственно, технологии, ну, они просто должны быть прокачаны. И все, тележки можно строить на Тир-1. Грейт на дестройеров уже есть. Так, ну, Дестро, конечно, помогут. Помогут. Когда они уже люлей прохватили. У Андеда решительно много ресурсов. Но ему некуда их тратить. Но надо еще дестройеров, наверное, поднимать. Поиска вступили в плану. Тут райдеры. Развязка, конечно, интригует. Вот, поскольку до конца так и непонятно. До конца непонятно, чем все это закончится. Слить может любой. Я вам так скажу. Потому что сейчас закончатся рудники. Экспеншенов нет ни у одной из сторон. И, соответственно, там потери героев может быть смертельной. То есть, Барсик, если еще один раз отправится в пешее путешествие. Ой. При фрик спа. Для удара нужно дострелить. Застрелить его? Хорош. Постепенно на героях можно, конечно, отжимать. Сеточка на Финда. Кайлом отхилили. Молодец. Контролит андет. Минус еще один Грант. Дестройеры работают. У них уже появилась мана. Можно дестройерами, кстати, залететь. Попробовать сверху. Сверху. Да. Вот там вот маневр обходной. Там, где вышки не достают, пока там пострелять. Потому что райдеров сейчас нет. И, соответственно, поймать дестров никто не сможет в сетку. А райдеры были именно как ответ на дестройеров. Еще две тележки. Короче. Единственное производящее андетское здание оказалось настолько уместным, настолько валидным, что трудно себе представить лучшего ряда. Можно даже обомчика одного, кстати, каким-то макаром. Хотя, может быть, обомов он не может заказывать без грейдов. Обступили в бой. Без главки. А вот дестройеров легко. Пошла атака. Дестройеры с маной. Фокус по личу. Лича лечат. Вышки вообще не того фокусят. Это нужно делать по дистрам. Чайник. Минус финт. Лич снова под угрозой. Отводим лича. Но там уполовинили. А вообще, в принципе, расчистили все вышки орка. Андетские силы. Великолепно сейчас эту атаку провел УД. Шикарно отбивается от застройки. Лич очень битый. Пытается уйти под магазин. У него должны быть деньги на закуп, чего угодно. У ДК нет маны на Койл. Орк в отчаянии пытается отжать героев. Лич получает четвертый левел. И они живы. И они живы. И экспанда нет. Ну что, яростная атака Андета превосходно прошла. И сейчас нужно набраться сил. Потерпеть немного. Отхилиться. И второй раз залететь. Правда, подождите, тут остаются очень мало зданий. Четыре ката стреляют. Андет что-то решил передохнуть. Взял тайм-аут. Уже получил люлей. Маны нет, к сожалению. Там какую банку маны покупай. Есть ли на это деньги у Андета? Вот в чем вопрос. Слушайте, ну... События закручиваются еще интереснее. Интрига нарастает. Кульминация абсолютно непредсказуема. Потому что ката могут тупо перестрелять все УДовские здания. То, что сейчас Андет сделал героически, вообще поворот игры в обратную сторону, это факт. Это была прекрасная атака. И сейчас Андет намного сильнее Орка в чистом поле. Но весь вопрос в том, что чистое поле также осталось от Андетской базы. Там практически ничего уже нет. Но мне кажется, все-таки УД должен... Хотя... Как-то можно все равно догрызть там два этих несчастных Зиккурата. Недоконтраливает райдера Орк. Продолжает время от времени подкармливать Андета. Из ложечки. Может, это и каша с комочками, но она тоже питательная. Фокус по вышке. Все. И вышки это был самый главный заслон, собственно говоря. Сейчас нужно просто перефокусить вышки. И какой будет ответ на Дестройеров? Ой-ой-ой, там пытаются отжать ДК. Великолепно блочит Орк. ДК пытается найти... Ох, как же он по этой узенькой тропиночке, по узкому коридору ушел. Фаерлорд! Можно его фокуснуть! Фаерлорд! Он зашел слишком далеко, его надо убивать. Полечу фокус. Да господи, в кого ты фокусишь-то, Андет? Давай уже! Покупает... Нет, это Койл влетает в Лича на последний ХП. Минус Фаерлорд! Хорош! Лич, Лич, все еще рискует отъехать в алтарь. Но и фокус пор... Великолепная нова! Минус Барсик и минус Лич. Остается ДК и 4 Дестройера. Пишет. ГГ. Орк должен написать ГГ и выйти, потому что без героев он тут ничего не сделает с этими катами. Великолепная победа Андета. Хорошая игра. Были неплохие микромоменты. Отметим, что каждый из игроков в нужный момент как-то мог собраться, зарядиться, настроиться и провести правильную атаку. Андет в этом плане был более удачлив. И это была хорошая атака Дестройеров. Вышки почему-то фокусили Лича. До последнего было непонятно, чьи же герои выживут в этом противостоянии. Но немножко более удачливым оказался Андет. Отличная игра. Спасибо Аспиранту за реплей. Это была 38-я серия. До следующей недели будет 2 выпуска. За эту неделю точно мы вам все компенсируем. И все. Встречаемся далее в следующих рубри, в следующих наших сериях. Напоминаю о том, что мы приглашаем всех подписываться в нашу группу ВК. У нас там есть зал славы с лучшими поддержавшими нас зрителями, самыми щедрыми нашими саппортами. Список их прямо сейчас на экране. Хотите в зал славы, вы знаете, что делать. Ну, а я желаю всем хорошего контроля и приятных игр на патче 1.29. С вами был Баннивуд. Пока.